Доброй ночи, события дня на БТБ. Президент Украины Петр Порошенко надеется на продолжение трехсторонних консультаций по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом он в телефонном разговоре сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко. Стороны также обсудили вопросы двухсторонних взаимоотношений в политической и экономической сферах. Александр Лукашенко заверил, что добрососедские отношения с Киевом – это один из приоритетов внешней политики Беларуси. Напомню, 31 июля в Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова и представителя АБСЕ. Президент Украины отменил ряд льгот генералам и государственным советникам юстиции, уволенным по выслуге срока службы. Согласно указу, отменено положение о том, что уволенные по выслуге срока службы военные чиновники могут быть назначены на должность советника Министерства обороны, Министерства внутренних дел или другого военного формирования, а государственный советник юстиции – на должность советника Генпрокуратуры. Ранее указанным лицам предоставлялась денежная, автотранспортная, медицинская и другие виды обслуживания по последней должности. Также им обеспечивалось ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение за счет государства. Теперь этих льгот для указанных лиц нет. И к теме войны на востоке страны. Украинские военные освободили за последние сутки ряд населенных пунктов от террористов и подошли на окраины Донецка и Луганска. И хотя круг сил АТО смыкается с каждым днем все сильнее, бандформирования продолжают обстреливать наших военных из установок град и минометов. Кроме этого, обстрел ведется с территории Российской Федерации. Проход военных действий на востоке страны расскажут журналисты. Ночь на понедельник ознаменовалась активными боевыми действиями в зоне АТО. После того, как украинские военные заняли город Тесенвата и Донецкой области, за прошедшие сутки по позициям силовиков со стороны Российской Федерации был произведен артиллерийский обстрел в районе Червонопартизанска и минометный в районе Зеленополья. Увеличилась интенсивность обстрелов в позиции сил антитеррористической операции, в том числе из установок град, танков и минометов. С территории РФ за прошедшие сутки пять раз были обстреляны позиции сил антитеррористической операции. Также российские военные открыли огонь по позициям Госпогранслужбы. Из минометов была обстреляна позиция украинских сил в районе поселка Камышного. Всего за минувшие сутки силы АТО 39 раз вступали в столкновения с боевиками. По информации спикера информационного центра СНБУ Андрея Лысенко, за этот период в зоне конфликта погибли пять украинских военнослужащих. Еще 14 получили ранения. В связи с этим мы призываем местных жителей покинуть захваченные террористами территории. Для приема вынужденных переселенцев возле Донецка в селе Дачное Маринского района и в городе Счастье Луганской области развернуто два дополнительных пункта для встречи лиц, перемещаемых гуманитарными коридорами. Так, коридором в городе Счастье уже воспользовались 967 человек с Луганщины. Обстановка в Донецке по состоянию на полдень оставалась напряженной. Появилась информация о подготовке штурма города украинскими силовиками. Однако в СНБУ сообщили, операция только готовится. В самом Донецке очевидцы утверждают, стрельбы в городе нет, а активные боевые действия идут в Маринке. Также командование АТО определило гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из зоны военных действий, в частности из Донецка, Луганска и Горловки. Огонь на расстоянии 200 метров влево-вправо от указанных коридоров прекращается с 10 до 14 ежедневно, сообщили в штабе АТО. На это время зелеными коридорами возле Луганска уже воспользовались 353 мирных жителя, 171 мужчина, 185 женщин и 7 детей. Опознавательным знаком для гражданских является белое полотно для групп людей и широкая белая повязка на руке каждого гражданина. Международная группа экспертов по расследованию катастрофы Боинга завершила свою работу на сегодня и вернулась в Солидар. За день поисковую операцию удалось провести в шести квадратах в районе населенных пунктов Красный Луч, Петропавловка, Московская. Эксперты работали лишь полтора часа из-за блокирования террористами и приступить к работе удалось не сразу. В окрестностях не прекращалась стрельба, об этом сообщает сайт правительства Нидерландов. В результате продвижение миссий к месту поисковых работ началось лишь около половины третьего и в течение полутора часов было осмотрено лишь одно из двух запланированных на понедельник мест. Эксперты также попробуют провести поисковые работы к северу от этого места, сообщает руководство миссии, а пока в ходе поиска нашли личные вещи погибших – паспорт и фотоальбомы. В работах принимали участие свыше ста экспертов из Нидерландов, Австралии и Малайзии. Артиллерийские обстрелы с территории России, населенных пунктов и позиций вооруженных сил Украины продолжаются вопреки заявлениям российской стороны. Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел Украины. Также продолжается вторжение в воздушное пространство Украины, российской военной авиации и беспилотников. Происходит непрерывное наращивание тяжелой бронетехники и подразделений российских вооруженных сил. Украина готовит санкции против России. Правительство готово действовать решительно и слаженно. Все министерства и ведомства будут координированно принимать решения, чтобы это возымело нужный эффект. Ранее президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что санкции вводятся не для того, чтобы навредить России, а чтобы заставить ее поменять агрессивную политику в отношении Украины на более адекватную и отвечающую взаимным экономическим интересам. Глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что санкции к России готовы применить уже не только Штаты и ЕС, но и многие другие страны. Санкции вводят также ряд других стран, в частности Канада, Япония, Австралия. Таким образом, речь не идет только о скоординированных действиях Соединенных Штатов и Европейского Союза, но и о скоординированных действиях многих других стран. Свою порцию санкций Россия получит и от Украины. В первую очередь запретят въезд в страну российским чиновникам и бизнесменам, поддерживающим террористов на Донбассе. Также перестанут закупать у агрессивной соседки товары за госсредства Украины, а за резидентами федерации и структурами с российским капиталом усилят наблюдение. Речь идет о контроле как со стороны фискальных органов, так и со стороны Национального банка. Эти меры мы можем принимать в пределах действующего законодательства. И эти меры направлены в первую очередь, чтобы не допустить незаконного финансирования и материально-технической поддержки террористов, действующих на востоке страны. И законодательные рычаги для этого имеются. Глава МВД Украины Арсен Аваков утверждает, ведомство имеет алгоритмы и процедуры, с помощью которых наблюдает за подозрительными субъектами. Мы имеем несколько действующих уголовных производств. Мы не стесняемся открывать новые и соответствующие производства. И в рамках этого будем действовать с точки зрения персональных криминальных санкций, с точки зрения ареста имущества и, надеюсь, в дальнейшем конфискации соответствующего имущества. И в рамках взаимодействия с каждым из здесь присутствующих министерств мы надеемся по каждому из направлений эту работу провести максимально эффективно. Государственная фискальная служба Украины уже подготовила список компаний с долей российского капитала свыше 50%. Это потенциальные объекты санкций. Список уже передали правительству. Необходимо лишь разработать специальный закон. Однако техническую работу по составлению таких списков уже завершили. Юлия Михайлова, БТБ. С 1 января 2015 года Украина внедряет новую систему электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Как известно, этот налог один из наиболее коррумпированных в Украине. Новая система призвана прекратить так называемое отмывание НДС, а честные налогоплательщики благодаря нововведению не будут месяцами ждать возмещения. В государственной фискальной службе рассказали, как именно будет работать электронное администрирование НДС. Основной предпосылкой для внедрения системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость стали недостатки существующей системы. Они дают возможность недобросовестным плательщикам избегать оплаты налоговых обязательств и безосновательно получать возмещение НДС. Поскольку на сегодняшний день этот сбор составляет 40% от всех налоговых поступлений в Украине, его электронное администрирование позволит сократить расходы бюджета на 12-20 миллиардов гривен, заявил председатель государственной фискальной службы Украины Игорь Белоус. Теневая экономика и рынок налоговых оптимизаторов создают неравные условия деятельности для законопослушных плательщиков налогов, на которых ложится наибольшая налоговая нагрузка. Это сдерживает их экономический рост и вызывает недоверие к власти. Для ликвидации налоговых ям и решения отмеченных проблем, которые, как я подчеркиваю, накапливались годами, мы предлагаем это системное решение и был принят соответствующий закон. Механизм работы системы следующий. Государство создает отдельный банк для обслуживания расчетов по НДС, так называемый НДС-банк, при Национальном банке. Этот банк автоматически открывает всем уже существующим и новым плательщикам НДС счета в системе электронного администрирования. Этот банк будет создан Национальным банком и будет полностью находиться под его контролем. Порядок открытия и закрытия счетов, как я уже отмечала, будет автоматическим. Для этого мы будем предоставлять соответствующие реестры этому банку, который должен работать в системе электронного администрирования ПДВ. И плательщик не будет отвлекаться от своей основной деятельности. Такой альтернативный метод администрирования налога на добавленную стоимость имеет множество преимуществ, отмечают в государственной фискальной службе. Внедрение такой системы является необходимым для государства, бизнеса и страны в целом. Это приведет к значительному уменьшению объема теневой экономики, снизить давление на бизнес, уменьшить влияние человеческого фактора и уровень коррупции. Тамара Каноненко, Олег Павлюченко, ПДБ. Усиление колебаний курса гривны на межбанке носит временный характер, связанно с политическими факторами, уверены в Национальном банке Украины. Эксперты НБО объясняют, участники валютного рынка остро восприняли публичное обсуждение возможных изменений в составе парламентской коалиции и кабинета министров. В то же время общее состояние валютного рынка остается уравновешенным, в частности поступления иностранной валюты от нерезидентов в июне-июле были на 1 миллиард долларов больше, чем платежи в их пользу. Кроме того, предложение валюты от банковых предприятий доминировало над спросом. В дальнейшем НБО ожидает минимизации курсовых колебаний. Этому будет способствовать снижение политической напряженности вследствие ввод ума доверия правительству, а также поддержка Верховной Рады и ряда важных экономических инициатив кабинета министров. В Крыму нарушаются права человека. Это констатирует руководство российско-украинской полевой миссии, которая проводит мониторинг ситуации на полуострове в течение последних пяти месяцев. За это время зафиксированы ущемления прав как отдельных граждан, так и целых этнических, религиозных и языковых групп. Детали в сюжете. 18 мая – особый день для крымско-татарского народа. Он чтит память жертв депортации. В этом году встретиться не получилось. Запретили. А вот митингующим против коррупции в Севастополе собраться удалось, но их разогнали. Погром и арест имущества уже пережила независимая черноморская телерадиокомпания. А похищенные незаконно осужденные крымчане не могут добиться справедливого расследования. Все это нарушения прав человека, с которыми столкнулись жители полуострова. Правозащитники говорят, это только начало. Если сравнивать вообще само законодательство в сфере прав и свобод Украины и Российской Федерации, и различные тренды, то мы должны прекрасно понимать, что за последние 15 лет Россия прошла богатый путь сверстывания прав и свобод, уменьшения роли свободы слова, свободы собраний, свободы ассоциаций и так далее. И сейчас Крым будет проходить то же самое, только не за 15 лет, а в ускоренном порядке за год. Кроме того, крымчане попали в паспортную иммиграционную ловушку России. В первую очередь пострадали дети. Согласно законодательству Федерации, уже у 14-летнего подростка должен быть паспорт. По украинскому же праву документ, удостоверяющий личность, граждане получают лишь в 16. С проблемами столкнулись и 25-ти, и 45-ти летние владельцы документов, которые не успели вклеить новые фотографии. Россия их паспорта расценивает как недействительные. Не могут удостоверить свою личность и крымчане, потерявшие паспорт. Все эти категории вынуждены оставаться со своими проблемами один на один на оккупированной территории. Покинуть ее крымчане из-за отсутствия документов не могут. Тем временем на территории полуострова Москва создает все условия для принудительного вручения красной корочки с двуглавым орлом. Те граждане Украины, которые хотят оставаться гражданами Украины, к сожалению, по многим пунктам вынуждены брать российские паспорта. Банально это медицинское обслуживание на сегодняшний день невозможно без российского паспорта. Это права собственности тоже все ведет к тому, что придется людям получать российский паспорт. Людей, родственники, семьи и их недвижимость. Многие будут оставаться дальше в Крыму. И условия, в которых они сейчас находятся, к сожалению, крайне сложные. Прежде всего, один из них это как раз-таки вынужденное получение, по сути, российских паспортов. Правозащитники разводят руками, говорят, помочь не в силах. На полуострове украинские законы уже не действуют, а российские еще. Единственный выход эксперты права видят лишь в сильных гражданских организациях, которые не только помогут крымчанам решить их проблемы, но и поспособствуют возвращению Крыма в Украине. Вера Свердлок, Сергей Савчук, БТБ. Спасибо, что вы с нами. Про главные темы новостей вторника узнаете прямо сейчас. Я же с вами прощаюсь. Спокойной ночи и до встречи. Война на востоке Украины. Откуда террористы берут оружие и каким арсеналом они владеют? Кто лечит наших солдат в зоне антитеррористической операции? И хватает ли медикаментов для раненых защитников Родины? Расскажет министр здравоохранения Олег Мусий. Приспособиться к погодным аномалиям этого года нашим зрителям помогут медики и экологи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова